Всем привет, это FreeStudio21.com. Продолжаем разбирать Enterprise Elementary, рабочую тетрадь. И у нас 15-й юнит, восьмое упражнение. Здесь нужно составить вопросы с переспросами. Use the prompts below. Подсказки у нас здесь. Write questions with question tags as an example. То есть напишите вопросы с переспросом. Question tags это вот эти пресловутые не так ли? Итак, первое. Значит, мы помним, что в вопросе с переспросом главная фишка в том, что он не похож на вопрос, пока мы не дочитываем его до конца. То есть порядок слов у нас изначально повествовательный. Поэтому you spend a lot of your free time watching videos. Здесь ничего менять даже не надо. Но здесь может время меняться, но не знаю, наверное, не стоит. Здесь дело в том, что потом надо будет это поставить сюда. И поэтому я, наверное, здесь уже всё готово. Первое за нас уже подумали. I'd like to welcome Chris Newton to the studio this morning. Your fans want to know all about what you do in your free time. В общем, рада приветствовать Криса Ньютона в нашей студии сегодня утром. Ваши фанаты хотят знать всё, что вы там делаете в свободное время. Итак, you spend a lot of your free time watching videos, don't you? Значит, что мы получаем? Здесь у нас настоящее простое время. Present simple. Поэтому здесь spent стоит. И в present simple мы помним, что вспомогательный глагол у нас будет do, does. Здесь у нас do, естественно, потому что you стоит. Поэтому do. И далее в переспросе. У нас нет отрицания изначально в предложении. Поэтому в переспросе у нас нарисуется отрицание. Вот оно. Вот наш do, вспомогательный глагол. Вот not. И далее you. Мы переписываем подлежащее. Нам повезло, здесь подлежащее сразу местоимением является. Это может не всегда так быть. Но тем не менее. Поэтому don't you. Далее. Yes, I do. I prefer the cinema, but I get followed by fans everywhere I go now. Да, я предпочитаю кинотеатра, но за мной везде сейчас следуют фанаты, куда я не хожу. Итак, второй вопрос. Смотрим, что у нас здесь. You have got a lot of fans. Значит, всё таки будет. Здесь вот так дословно всё и перепишется. Далее запятая. И далее смотрим. У нас опять present simple. То есть у нас опять будет do. Далее. У нас нет отрицания, поэтому оно здесь нарисуется. Don't. Do not можно было бы. И далее подлежащее у нас you. Поэтому здесь ничего вообще не меняется. Don't you. И знак вопроса. Yes, I have. Sometimes I can't believe how much mail I get. Да. Иногда мне трудно поверить, сколько почты мне приходит. Итак. Поднимаемся. Третий вопрос у нас. Your fang club website be one of the most visited websites on the internet. Значит, ваш веб-сайт вашего фан-клуба один из самых посещаемых сайтов в интернете. Итак. Your fang club website. Вот это be нам надо изменить, потому что, ну, be не может стоять. Здесь on site, поэтому здесь будет is one of the most visited websites on the net. Всё переписываем. On the net. Имеется в виду on the internet. Ну, напишем, как здесь написано. Итак, предложение громадное. Значит, первое, что нам надо увидеть, это какой здесь глагол стоит и какое время. Время present simple. Глагол у нас вот. Is. Поэтому его мы и будем ставить в переспрос. Запятая. Дальше. Is. Далее. Отрицания у нас опять нет. Следовательно, оно должно быть в переспросе. Isn't. А далее. Какое у нас подлежащее? Подлежащее у нас состоит из трёх слов. Your, fan club, website. Вот это всё. Это всё одно большое подлежащее. Его надо заменить каким-то местоимением. Главное слово здесь website. Website неживое. It, соответственно. Поэтому isn't it. И далее вот у нас подсказка, кстати, в ответе. Yes, it is. Вот оно, it. Наше. I love reading email from my fans. Да, я люблю читать почту от моих фанатов. Далее четвёртое. You not like playing computer games. Вы не любите или ты не любишь играть в компьютерные игры. Значит, not like здесь don't like имеется в виду. И далее ничего меняться не будет. Ты не любишь, you don't like playing. Обращаем внимание, что у нас не to play, а playing. Можно ли to play было поставить? Можно. Но playing здесь лучше. Это показывает, что, в общем, ты кайф не ловишь от компьютерных игр. И дальше у нас опять запятая. И теперь смотрим. У нас всё готово. Всё, как говорится, на виду. У нас вот do, вспомогательный глагол. Ставим. Далее. Здесь у нас уже отрицание есть. Поэтому в переспросе никаких отрицаний не будет. И далее you, подлежащее. Поэтому здесь do you. И всё. И знак вопроса. No, that's not true. I love playing computer games. It's great fun. Нет, это не так. Я люблю играть в компьютерные игры. Это так здорово. Так весело. Далее. Пятый вопрос. Так. You get engaged to the singer D. Brown last month. Значит, здесь уже не get. Здесь уже got engaged, скорее всего. Ты обручился с певицей D. Brown в прошлом месяце. You got engaged. Вот это got engaged. Это, собственно, обручился. Был помолвлен. Обязательно тут должно стоять. С кем? И далее the singer. И далее D. Brown. По идее, это девушка. Хотя имя ни о чём не говорит. Да и singer это певец, певица. Без разницы. Last month. Поэтому здесь можно думать всё, что угодно. Значит, запятаем. Теперь смотрим, что у нас. У нас здесь появилось прошедшее время. Здесь past simple будет стоять. Поэтому у нас не может быть уже do. У нас будет did. Мы помним, что did вспомогательный глагол past simple. Did. Дальше. Отрицания у нас нет. Поэтому оно должно быть здесь. Didn't. И далее опять you. Поскольку это подлежащее. И всё. И знак вопроса. И это последний вопрос. Значит, ты обручился с певицей, надеюсь, с певицей. Ди Браун. В прошлом месяце. Не так ли? I'm sorry. I don't want to talk about D. That's private. Извини. Я не хочу говорить о D. Это личное. Ah, окей. Well, thanks for coming into the studio to talk to us. Now let's hear your latest song. Ну, окей. Спасибо за то, что пришёл в студию с нами поговорить. Ну, а теперь послушаем твою последнюю песню. Вот такой вот диалог. Всё просто. Всё лежит на поверхности. Но опять же, если знать правила. Если правила я не знаю, тогда, конечно, беда. Тогда очень трудно понять, чего куда ставить и зачем, и что. Здесь главный принцип. В переспросе всегда должен стоять вспомогательный глагол. Всегда должен стоять подлежащее, которое заменяется местоимением. И если в основной части не было отрицания, значит, оно появляется после вспомогательного глагола. Если отрицание было, тогда никаких отрицаний не появляется. Тогда у нас просто Do you, are you, is it, и так далее. Итак, напоминаю, что это Enterprise Elementary. Ссылка на теорию по теме Tag Questions в описании видео, равно как и ссылка на весь плейлист по Enterprise Elementary. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok